Довольны? На прошлой неделе мы узнали соперников сборной России по футболу на чемпионате мира. Мы сыграем с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом. Считается, что это группа, из которой хозяину чемпионата просто невозможно не выйти. Но наши парни могут доказать, что невозможно – это всего лишь слово. Разве нам могло не повезти с жеребьевкой, если на нее приехал сам президент? Ведь там, где Путин, там победа. Чтобы показать, что мы не в изоляции от остального мира, Владимир Путин активно фотографировался со звездами футбола. В частности, с Марадоной и Пеле. Но это особо ничего не доказывает. Марадона лечится от наркотической зависимости и не факт, что понимает, насколько реально происходящее. А Пеле был в инвалидном кресле, так что, может быть, он и не хотел приезжать. Но люди порадовались этим фотографиям, и это важно. Есть ощущение, что в последнее время у нас маловато поводов для оптимизма. Недавно другой информационный деятель Дмитрий Анатольевич Медведев отвечал на вопросы сразу пяти телеканалов. Так сказать, устраивал информационное буккаке. Под напором Ирады Зейналовой Медведев сломался и сказал, что деньги на пенсии и пособия есть. Никаких заморозок нет. Все разморожено. Все в этом смысле понятно, предсказуемо. То есть деньги есть. Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть. Но не поверил примерно никто. В комментарии посыпались истории о том, что держаться не получается и с хорошим настроением тоже перебои. Люди даже, страшно подумать, требуют от политика отвечать за свои слова. А Медведев даже не смог нормально ответить на старый вопрос про фильм «Он вам не Димон». Алексей Навальный, в марте этого года, весной, он выпустил такой фильм-расследование, посвященный вам. И вы тогда очень скупо на это реагировали. Вы говорили «компот», «чушь» в таких терминах. Несмотря на то, что был довольно большой общественный резонанс, там люди на улицы выходили. И я, конечно, хочу спросить, может быть, вы хотите что-то добавить к этому? Нет. Я все сказал. Чем больше комментируешь всяких обормутов и проходимцев, тем для них лучше они, собственно, на это и рассчитывают. Обормоты, жулики, компот. Вам не кажется, что современная Россия – это всего лишь сон советского пионера Димы Медведева, задремавшего на тихом часе? Но пока он не может проснуться, Медведев – это всего лишь мишень для народной критики. Медведева реально все ненавидят. Но что самое удивительное, никто не пытается мыслить дальше. Больше того, люди считают, что Путин всю его работу тянет. Напрашивается вопрос – на хрена? Любой бизнесмен скажет вам, что если ты не умеешь делегировать свои обязанности, то ты хреновый управленец. Возможно, поэтому власть и кошмарит бизнес. Чтобы не анализировали там. Мне кажется, причина такой любви к Путину в том числе в страхе. У страны все меньше поводов для гордости. Так сказать, скреп. Ракеты падают. В балете, оказывается, была Матильда Кшесинская. Даже Ларин и Дукалис погибли. Ко всему прочему, начались проблемы со спортом. В футбол давно никто не верит. Я всегда хотел сделать футбольную новость, но комментарии всегда одинаковые. Русские футболисты – незаслуженно богатые куски говна. Хотя это тот случай, когда пользователи всех соцсетей солидарны. Другое дело – Олимпиада. То, где Россия всегда хороша. Мы уже лишились медалей и первого места на сочинских играх. Участие России в Олимпиаде 2018 тоже под вопросом. Во многом это случилось потому, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал в Олимпийский комитет данные о том, что российские спортсмены якобы употребляли допинг. В январе прошлого года Родченков сбежал в США и дает нам показания. Еще тогда пользователи одноклассников нанесли Родченкову удар с помощью графических редакторов и чувства вкуса. В принципе, мне безразличен спорт, но комментаторы как будто с цепи сорвались. Если говорить об уровне ненависти, то Навальный просто ребенок по сравнению с Родченковым. Пользователи одноклассников хотят смерти Родченкова. Без шуток. Тут приходится кстати мое любимое развлечение. Сопоставлять проклятия в комментариях и фотографии людей, которые их написали. Пожалуй, это самые уютные пожелания смерти в вашей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Даже Григорий Родченков не способен полностью занять мысли людей. Это комментарии без комментариев. Представительница России поехала на детское Евровидение и заняла первое место. Там ее изнасилуют и убьют и продадут на органы. Слепая пенсионерка больше года прожила в пещере под Севастополем. Путин. Это страшно. Путин. В ряде регионов психологи посоветовали не приглашать Деда Мороза на детские утренники. Психологов срочно отпиздить. Хорватский генерал принял яд на заседании Гаагского трибунала. Жалко. Израиль возмутил перформанс с голыми людьми, играющими в газовые печи на территории концлагера Штутгоф. Да простит меня Господь, но на них Гитлера не хватает. Глава управления ядерной безопасности Франции заявил, что в грибах из России обнаружен цезий. Глава ядерной безопасности. Боятся, что говно ядерное после грибочков полезет. Жительного Кузнецка заподозрил жену в групповом сексе и отрубил ей пальцы. И чем она теперь теребунькать будет? Наталья Поклонская отказалась от дворянского титула из оппозиции императорского дома по фильму «Матильда». Поклонская возможно избранная в будущем президент женщины России. Если не врут предсказания старцев. Дворяне от слова дворовые. Эта голубая кровь то есть пидары по нашему. Свадьба принца Уэльского Гарри состоится в мае. В августе надо жениться. Картошка в огороде уже есть. Есть чем кормить гостей на свадьбе. В Госдуме предложили официально разрешить животным жить в подвалах. В деревне у бабушки гуси сами ходили на речку. Погуляют. Проголодаются. Вернутся. Поедят и спать во двор. Козы, овцы и коровы через все село ходили утром на пастбище и вечером возвращались домой. Откуш спасу вообще не было. Сейчас говна в деревнях нет. Нет и деревень. На сегодня все. Перед вами долгожданные спонсоры из народа. Спасибо, что дождались того момента, когда у нас кончились рекламодатели. Поддерживайте следующие выпуски Яндекс.Деньги, Патреон и Пейпал в описании. И подписывайтесь на этот ютуб канал. Будет много крутого. Если не врут предсказания старцев. Подпишитесь на энергию иジャη к топливу нужды. Один. Подпишитесь на канал. Удачусь вот сюда. Эyorsun, hm,eh,..! Подпишитесь су fall.